У нас вопрос с перецентром Патара, с изменённым в основном правительстве Афганистана Шахстана, что связано с отоплением, к чему они готовятся. Повестка была, я давайте вот кратко вопросы перечислю, потому что они, наверное, нет смысла... Ну, отдельно мы будем, наверное, каждый затрагивать, но они каждый отбудутся от другого. То есть обоснованность изначального выбора тех или иных нормативов, почему нормативы по 12-м обстановлению 2016-го года вдруг резко стали превышать нормативы по 1560-м обстановлению 2012-го года, ну, в части, например, очень давно, в 2009-го года и так далее, то есть расчёты эти есть. Соответственно, вопрос тоже по обоснованности принятия этих тарифов. Ну, про тарифы или по нормативам, прошу, извлечения. По нормативам отдельно поговорим, по 36-м, в той редакции, в этой, которая бывает. Обоснованность принятия дальнейшей отмены абзаца 2 пункта 2, постановления 497, в отношении которого прокуратура вызвала раппортер, применение или не применение коэффициентов периодичности, дальнейшие действия нашего правительства, ну, для цели на ЖКХ после января, после обмена этого абзаца, возможность перерасчётов, и когда ресурсно-набжающие организации выполнят требования по оснащению на квартиру домов прибором учёта тепловой энергии. Ну, это вот основа. Если у нас были ещё вопросы, мы, естественно, обсудим. То есть цель нашей встречи в том, что внятных комментариев о этой ситуации до сих пор нет, то есть как со стороны, наверное, органов власти, и из-за непонимания, что произошло и к чему стремиться, в обществе есть, ну, скажем, такой негатив, который необходимо разрешить и ответить на вопросы, которые люди назоверят. По тому, как мы будем общаться, я предлагаю вот сначала послушать Владимира Наумкина, как человек, который вот в этом глубоко разбирается, который в целом эти всеми вставлениями, которые, например, разбирался и изучал. Я приведу пример по своей группе в квартире жены. Это значит, она собственная. За отопление в октябре месяце только плата за отопление составила 24,7% от её пересеки. Поэтому это всё есть реальные доказательства этому. Поэтому мы с Олегом Александровичем, так как начали, значит, вникать вопросы о отоплении, ни один год мы в этот вопрос вообще вникали, обнаружили вот такое вот несоответствие к документам, которые имеются установлены, допустим, Госкомитетным правилам. Нам и было написано, в начале заявление прокуратуры республики несоответствия законодательства республики Башкортостан российскому законодательству. Прокуратура, вместо того, чтобы отправить, вместо того, чтобы заняться этими вопросами, непосредственно, отправила наше заявление, наше заявление отправила в правительство республики Башкортостан, тем самым увеличивая время решения этого вопроса. Когда я получил этот ответ по, значит, ответ из правительства, то был очень удивлен, что непонятно, каким образом вообще его приняли, и вообще есть ли компетенция у людей, которые там принимают это постановление. Владимир, можно я поэту? Если вы говорите там про его, кого, можете говорить, про какие именно нормативки мы говорим? Ну, чтобы понимать всем остальным. Давайте возьмем так. Вот есть действующее 1560-е постановление Госкомитета. В этом Госкомитете и в этом постановлении установлены нормативы отопления в месяц, в ГИККО, на 1 квадрата метра в общей площади жилых помещений. Ну, там и не жилых могут быть. Вот так. Значит, если брать, допустим, для примера, возьмем 9-этажный дом, то есть этот норматив установлен 0-194. 0-194. Однако мы заметили, что в сентябре 2019 года в отвергнутом документе у нас компанией по теплоснабжению является муки и ампоцент. Есть документы все, если кому-то нужно будет интересно, появился норматив 0-0 в 200-бередном стране. Возникает вопрос, с каким образом дом физически стал потреблять больше, чем установленный норматив, причем норматив установлен до температуры минус 35 градусов, при максимальном потреблении до температуры вот этот установлен норматив, при отсутствии ОДПУ. То есть фактически норматив 0-0, установлен для этажных домов, он как бы для жителей, является справочным. Почему? Потому что в исполнении требований жилищного кодекса и Федерального закона 261 об энергооббережении есть обязанность по установке приборов учета индивидуальных и вообще домовых коллективных приборов учета. И получается, что пока, значит, когда люди установили, вот мы установили, допустим, коллективный прибор учета, поставили, то мы смотрим, что показания, какие показания коллективного прибора учета в сравнении с максимальным нормативом, и оказывается, что силу этих большинств ведомов показания коллективного прибора учета превышают установленные максимальные нормативы по этому постановлению. Возникает вопрос, почему? Мы начали заниматься этим вопросом. Почему? Не превышают, а меньше, наверное. Превышают. Превышают. Они не меньше. Они предупреждают. приборы есть вмешательства, у нас есть документы, у нас есть фотографии, сделаны акты, по МУПУИСу есть конкретно примеры, у БАШРТС есть примеры, и поэтому это, как называть, это я считаю, что это не гражданско-правовые отношения, это уголовное преступление, если так сказать прямо, если приходит человек, вмешивается прибор учета, и по данным прибором учета выставляется платеж человека, собственно, и он платит больше, чем он должен быть, чему должен платить. Когда начали заниматься этим вопросом, начали смотреть постановление 354, это правило предоставления коммунальных услуг. Есть две формулы, предусмотренные для домов без установленных приборов учета, без приборов учета. Там есть формула очень простая, площадь жилого помещения умножается на норматив, в данном случае на 0,194 гигакалории на квадратный метр, умножается на тариф, установленный госкомитетом на данное периодичное время, это в течение 8 месяцев. Таким образом человек берет и считает. И получается, значит, таким образом, если человек посчитал по нормативу, он должен платить меньше, чем сегодня по прибору учета. Там есть вторая формула, где учитывается коэффициент периодичности оплаты, внесения оплаты жильцами за коммунальные услуги при оплате в течение года. Там есть коэффициент К, который равен количеству мест отопительного периода к количеству месяцев в календарном году. В данном случае установлено 8 месяцев в 12. Если вторая изделить, то получается 0,666. То есть этот коэффициент умножить на ту же самую формулу, площадь на норматив, на тариф и умножить на вот этот коэффициент. Вопрос, применялся ли этот коэффициент или нет? Это вопрос. Я не всего не применялся. Он не применялся. И получается, что когда мы посмотрели постановление правительства, когда нам дали ответ, в правил в ответе правительства есть такая тема, значит такой вопрос, что в случае, если это не будет применено 12 к 8, то будет нарушен объем потребления тепловой энергии в течение года. Это я понимаю таким образом, что нам устанавливают тепловую мощность, а тепловая мощность согласно федерального закона 190 теплоснабжения в Российской Федерации, пункт 15.2, под пункт 2 не устанавливается тепловая мощность для жителей многоквартирных домов, собственников, потому что тогда федеральный закон об энергосбережении, вся программа энергосбережения, которой сегодня и нет практически, она не нужна. То есть вам обязывают потребить 2000 гигакалорий, как хотите, потребили или не потребили. В дальнейшем пришлось написать повторное заявление в прокуратуру. Мы были там и приходили к начальнику управления по контролю за федеральным докладательством Мухамедшин, потом были у Янгирова, потом Янгирова просто взяли, объяснили ему, как, сколько он должен платить. Даже он платит в два раза больше, проживая в советском районе, для примера. И вот реакции нет. Реакция была такая, что прокуратура вынесла протест и все. Я пришел в прокуратуру и говорю, дальше что? Вынесли протест, а дальше что? Где мне ответ, конкретно? Какие меры приняты в доме? Вообще прокуратура должна была бы пойти на стороне потерпевших, я так считаю, людей. И что? И подать в суд. Но все это притянулось до того времени, пока, в общем-то, не назрела ситуация, что нужно было обратиться уже к общественному движению СПОБ Баш-РТС. Это письмо было уже готово. Было, значит, обращение в Генпрокуратуру. Таким образом, что сегодня в этих ответах речь идет о том, что к постановлению Российской Федерации установлены индексы предельных цен оплаты. А эти индексы Республики Башкортостан были превышены. И для того, чтобы компенсировать всем жителям, значит, сумму в бюджете республики, нужно затребовать 835 миллионов рублей. Ответы есть у меня, вот эти, здесь. Получается абсурд. Каким же образом? Значит, мы платим намного. Теперь второй вопрос. Я скажу так, как предполагаю. Значит, смотрите, у вас платежа в документе стоит норматив. 0,291. 0,291. Примерно этому есть. 9-этажном доме. Дом Годилетова, этажа. Ну, вот они тут все есть. Они в любом. Получается, следующая картина. Как мы предполагали, если это может доказать, то что некоторые. Потому что просто лукулист, например, не рискнула влавливать таким образом делать. Что получается? Получается, что при выводе из строя, умышленном выводе из строя прибора учета, в любом случае будет виноват жрец, собственник этого прибора учета, и потом первый расчет будет делаться, зачисление. Не за какие-то там это, а именно по-новому нормативу. Вот есть дом конкретный, вот, на Летчиков-4, где акт допуска прибора учета к зимнему периоду эксплуатации 19-го, 20-го года вообще отсутствовал. И в этом году по настоянию акт есть, но очень странная вещь. Есть акт, есть фотосъемка. Вот показания прибора учета. И в платежном документе, вот они, здесь платежные документы, выплывая на 1400 гигакалорий, в платежном документе указано меньше, чем указано на приборе на самом. Возникает вопрос, почему? Вот за октябрь месяц дом потребил 231 гигакалорий, там с лишним. Да не может дом сколько потреблять. Это все равно, что есть бочка 200 литров воды. Вы туда заявили, я вам забил воду 200 литров воды и говорю, заплатите за 250. Вы говорите, ну есть же вот документы на почту. Есть же проект узла учета тепловой энергии. Проект, в котором забиты все мощности тепловые и все прочее. Даже просто взять. 0,194 умножить на площадь отапливаемых помещений, вы получите максимальное количество, которое может потребить дом. Физическое потребление домом тепловой энергии. А это превышает. Это превышает. И поэтому вот для того, чтобы все-таки разобраться в этом, потому что когда люди выходили на общественные митинги и так далее, всему тому подобное, смотрите, кто там был. Там были большинство женщины. Потому что когда сегодня, а это уже доказано, что мужчины не доживают даже пенсионного возраста, уходит мужчина, она стоит в пенсии от 9 до 15 тысяч рублей. И оплачивает такую сумму, она не способна. И вот здесь в ответе даже правительство пишется, что это не привело к увеличению платы и не привело к тому, что социальная напряженность у нас отсутствует. Фактически она будет нарастать, если в дальнейшем, просто мы с вами, побывая на этом совещании, реально не придем к тем мероприятиям и не решим те вопросы, которые необходимо решить. Потому что мы все в этом, мы все не уняемся потребителями. Все. Вот такой вопрос. И получается, что когда применили, перевернули отношение 12 к 8, был получен норматив неустановленный 1,5. Если 0,194 умножить на 1,5, вы получите как раз 0,291. Возникает вопрос, это законно? Ну, хочется, что добавить? Хочется, что добавить? Что прокуратурой, как таковое, фактически постановление не обменено. То есть, готовится какой-то скачок 1 января 2021 года. На каких основаниях я могу делать такое? Когда мы были у зампрокурора, с ним беседовали, я задал вопрос, почему не отменили данный коэффициент с момента его введения, как это должно было быть. Нам начали объяснять, что якобы 354 постановление, приложение 2, введено с 1 января 2017 года. Смотрим дальше, что вот этот вот норматив, он долгосрочный норматив. Он зависит от социального положения населения, там, ну, много таких факторов, и плюс среднее потребление, там, тепла, все это приводится, и выводится конкретно, допустим, для 10-этажных домов, для двухэтажных, для трехэтажных, там, и так далее, домов. Олег, Олег, вы сейчас про норматив 16-го года или 12-го говорите? Я говорю про 12-го года норматив. Он один у нас. И я вам могу сказать, что он был и в шестом году, тот же самый норматив. Он рассчитан по постановлению 603-му, если мне память, от 5-го года. 306-му. 603-му. По постановлению, вот, с дополнениями, там, и так далее, и он не менялся. Его конкретно перенесли, перенесли в постановление 354-го. Формулы одни и те же, правильно я говорю? Одинаковая формула. Формула не меняется, физика не меняется, изобретений пока никаких не было. И в чем заключается ситуация? Что 1-го января 21-го года кончается 3 года, как действует вот этот норматив по постановлению, якобы, это самое. И я так полагать, могу полагать, что готовится к скачку введение 122-го постановления, где норматив увеличен, там, для 9-этажного дома, вот, допустим, для панельного. Я распечатал с собой, здесь у меня, да. Вот, там, по-моему, 267 становится или норматив? 0-0-26. 0-0-2. Ну, увеличивается норматив, причем нет никаких коэффициентов там не усматривается, я вообще вот не понимаю, как вот это можно сделать, допустим, без расчета, взять цифру и вписать. Сейчас выясню. Могу пояснить, что, допустим, норматив, он вообще не может меняться. Он вообще не может меняться, формула не меняется, физика, она не меняется, приведенная формула. Если вы дом утеплили, да, он может уменьшиться норматив в какую-то сторону, там, и так далее. В других случаях, только если, допустим, вы будете разбирать стены, там, и так далее, тогда будет увеличиться норматив потребления тепла дома. Это раз. Во-вторых, тоже ничего сложного, я считаю, нет. На каждый дом имеется проект, вот даже, как вот в постановлении там пишется, двухэтажные дома, допустим, сталинские постройки, двухэтажные и трехэтажные дома. Хочется отметить, что те дома, двухэтажные и трехэтажные сталинские постройки, они гораздо теплее. У них толщина стенки 120 сантиметров. Просто-напросто. Не панель 35, там, 56, а 120 сантиметров толщина стенки. Вот. А расчеты, конечно, тарифный офицер, тарифный комитет, он привел в кучу. Короче, собрал. Сейчас узнаем. Собрал и сделали обобщенный расчет. Вот. Поэтому я не укладывается в голове, как вот может поменяться, допустим, коэффициент. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот в частности, в нашем доме, летчиков 4, счетчик загрублен. При допуске, допустим, прибора, прибора к этому самому составляется А. В акте, допустим, расход теплоносителя такой, подача, обрака, там, вот так далее. Элементарная форма, формула. У нас часовой расход, допустим, составляет по акту, который пишут, и который показывает, как мне убеждали, прибор там, 0,267. По расчету, по элементарному, 0,233. Гинкалорий в час. В час, да. 0,233. Попробовал просто дом весь слой обсчитать. Про это, потому что нету, но и приблизительно помнит, что это самое. Но получается, максимальная нагрузка по СНИПу, ну, 200 геккалорий, он может сожрать, в месяц, при минус 35. У нас, получается, что нам выставляют 219, там, 259 гккал, 270 гккал. Причем, вот здесь документы есть. Мы затребуем распечатку прибора. Прибор заполняется вручную. Показания прибора. Я имею в виду для оплаты. Вот. Допустим, в апреле расход теплоносителя по отчетам управляющей компании больше, чем в феврале. По дням смотришь, апрель прошлого года плюс 10, средняя температура, а февраль минус 7. А теплоносителя расходуется больше. и вот такая вот несуразица. Поэтому необходимо как-то, допустим, прибора допустить, допустим, какую-то независимую организацию, по-моему, в Уфе там центр стандартизации есть, чтобы производить проверки конкретно, при них допускать. Потом, мы же жильцы, мы же не знаем, какие они соответствуют, допустим, самопису там ВГТ там ВГТ там ВГТ там и так далее 10 там сейчас многое. Мы не можем просто этого знать. И соответствуют ли установленные непосредственно в трубопроводах приборы тому прибору, который показывает. Тут еще важный момент такой. Вот если к постановлению, просто к постановлению вверху, к ответам и все прочее, вот я зачитаю. Примение нового тормотива в соответствии с нейральной методикой в совокупности с изменением способа оплаты по отоплению в сравнодо в течение года оплаты в отопительный период привело бы к увеличению стоимости услуг по отоплению в зимние месяцы для населения одно-четырехэтажных домов. Возникает вопрос, а при чем здесь мой дом и ваш четырехэтажный дом? Вот я просто пока рассуждаю. Если дом, каждый индивидуально может потреблять только определенное количество тепла. Дальше. И вот пишется, что это бы все это увеличилось на 40-46%. В целом за год платеж бы превысил установленный для республики предельный индекс рост оплаты граждан за коммунальные услуги, что повлекло бы необходимость компенсации населению расходов, чтобы он необходим был бюджетно финансировать, могла составить 834 миллиона рублей. То есть фактически на данный момент индекс цель, который был установлен для Башкирии, вот конкретно 3,6% был превышен. И поэтому в республике нет денег для того, чтобы оплатить. Это все это, это то, что я называю просто беззаконным. Так вот, если говорить дальше в обеде, то здесь написано, это уже пишет я пошиву из Министерства жилищно-коммунагопозятия республики. Я зачитаю. А это смешно? Да, я просто, если у вас есть или нет, то здесь написано конкретно. Учитывая изложенные, принимаем во внимание, что применение коэффициента 12 к 8 не повлекло увеличение платежей граждан за отопление в годовом начатении, просим подтвердить возможность применения коэффициента 12 к 8. Я прошу вас применить, подтвердить незаконность применения 12 к 8. в этом есть логика нарушения закона? В общем, И получается, что сегодня это незаконно. Тут даже больше можно сказать. Я скажу, как с введения счетчиков в дома начались безобразия. Сначала брали по нормативу управляющие компании. Ну, норматив в принципе 194 никто не вникал. Брали по нормативу, счетчики поставили за свой счетчик, и на это внимания не обращались. В 18-м году мы обратили на это внимание свое. Подали в суд, выиграли суд. Но когда мы столкнулись с Калининским районом, Калининский район был и Октябрьский, мы вникали в документы, получается весь город практически вот как они говорят допустим, ЕВКЦ 1 к 12 не 1 к 12 0 194 калории на квадратный метр это расход тепловой энергии на квадратный метр в месяц он расчет. В месяц вытапливают при минус 35 в месяц. То есть 8 на 0 0 194 это будет количество тепла необходимое на квадратный метр в месяц. Вот поэтому постановление 354 отношения 8 к 12 8 месяцев отапливается сумма к 12 в месяц. Но всю республику всю республику ну как выразиться конечно выставляли в зимние месяцы и в летние выставляли в любые месяцы. Вот о чем говорят, что они сейчас теряют. Они теряют то сейчас вот допустим если конкретно то, что брали незаконно. спасибо просто чтобы еще все успели пообщаться мы долго будем сидеть. Вот у мной подготовленный вопрос я могу кому-то передам не было возможности я ведущий можно подключить вопросы и если мы решим если на эти вопросы сегодня здесь хотя бы начать вопросом будут отлучены ответы тогда мы считаем что мы приходим к какому-то пониманию и выработке определенной стратегии для того чтобы прийти к законом решения согласен спасибо большое Альбина Салаватовна и Алия Иратовна скажите пожалуйста кто из вас может в целом пояснить по вот этой проверке которые ваши коллеги проводили или может быть вы участвовали что с этими коэффициентами вы решили давайте давайте приводится по расчетам и по новым нормативам. В этом же 354-м постановлении правительства Российской Федерации есть возможность субъектам применять, использовать нормативы употребления коммунальной услуги по отоплению, которые действовали по состоянию на 30 июня 2012 года. И данные нормативы рассчитывались, исходя из того, что у нас оплата была в течение 12 месяцев в году. Сейчас же республика перешла на оплату в период отопительного сезона, то есть 8 месяцев. И как получается, вот этот 12 к 8, это сопоставление, так скажем, применение вот этого коэффициента 12 к 8, сопоставление двух систем оплат. Отопительный период 8 месяцев и календарный год 12 месяцев, как это было в 2012 году. Такого не предусмотрено федеральным законодательством. И поэтому вот хочу как бы оговорку такую сделать. Применение тех форм, которые содержатся в настоящее время в 354-м постановлении правительства Российской Федерации, они применяются по новым нормативам. У нас новых нормативов нет, у нас есть, но действуют пока, применяются старые нормативы. И вот чтобы перейти из одной оплаты в 12 месяцев, как это было в 2012 году, на оплату 8 месяцев в 2012 году, вот как получается, после того, как мы уже внесли протест, общались с правительством, при рассмотрении акта прокурорского реагирования, вышел этот коэффициент. Он даже несколько, наверное, правильно будет... То есть это, во-первых, не тот коэффициент, который предусмотрен одной из формул в 354-м постановлении. Не повышающих. Да, да, а это вот именно как раз то обоснование перехода из одной системы оплаты в другую. Но и это, по сути, не предусмотрено законодательством. Единственное, что есть такое право, право применять этот коэффициент, оно ежегодно продлевалось, и на сегодняшний день в соответствии с 603-м постановлением правительства Российской Федерации продлено это право субъектом Российской Федерации до 1 января 2021 года. Поэтому, но, то есть, но других норм правовых на федеральном уровне нет. Как при применении нормативов старых, рассчитанных по методике 12 месяцев в году оплачиваются за отопление, использовать в новом, получается, при исчислении за отопительный период равных 8 месяцем, вот это федеральное законодательство не предусматривает. И здесь правовое регулирование республики, оно, так скажем, в 479-м постановлении такое не совсем, я бы даже сказала, кривое, что ли, в кавычках, почему и вышел этот протест. Вот пройдется этот коэффициент. Потом оговорку тоже сделаю, что это касается же не всех домов, а там, где нет приборов учета. Тем не менее, потому что в средствах массовой информации, в сети интернет, люди понимают, как в виде вот этих вот разъяснений различных лиц, что речь касается всех. И все говорят, что у нас на 50% меньше должна быть оплата. Нет. То есть это касается в первую очередь не всех категорий домов, а там только, где нет приборов учета. И опять-таки, сейчас, в зависимости от этажности, у кого-то это будет меньше, у кого-то больше, я имею в виду, будет при исчислении по новым нормативам. Евген Славовна, а можно вот вопрос смотрите? Вот вы сказали, что вот этот коэффициент, он не предусмотрен законодательством. А вот и вопрос как-то такой, вот вы вынесли протест, но я вот его лично не видел, там, наверное, коллеги тоже не видели. Да нет, его не показал. Генеральный прокуратур, не наносили, если не было никакого. Нет, я сейчас не про это. То есть, что в самом протексте, что, ну, текстовка его, да, то есть, что вы, потому что про постановление, вот этот абзац, он уже отменял. Мы говорим о том, что федеральным законодательством данный коэффициент не предусмотрен. Вот, дело в том, что я... Мы обратились, я вас перебью немножко, мы обратились не после того, как Генеральная прокуратура пришло обращение из Генеральной прокуратуры, это было правильно по обращению на Умкино. Сначала мы направили обращение ваше первое с контролем правительства с представлением информации, да, результата просмотрения данного обращения. Получив информацию, параллельно получив ваше второе обращение как раз в период рассмотрения данной информации правительства в республике, речь уже ушла о подготовке автопрокурорского реагирования. Потом уже поступали обращения с Генеральной прокуратурой. Но это уже после того, как был принесен протест и даже, насколько я понимаю, после того, как было принято постановление 30 октября об отмене пунктов 2. 479-го постановления. Можете сказать? И опять у нас идет конкретное непонимание или нежелание понять. Открываем тарифные постановления 1156 или там 256 по нормативам. Читайте, что там написано. Расход тепла. Тогда, вот графа, в месяц, нагрузка в месяц, сверху, шапку вручить. Мотив отопления в месяц, герекалорий на 1 по 1. О, в месяц. Про каких 12 месяцев вы говорите? Это вот сейчас, наверное, гороскопитет по... Про каких 12 месяцев отапливают и что вы теряете, вы говорите. 8 месяцев отапливают. То есть 8 месяцев, если берете плату в отопительный период, то есть берете только 8 месяцев. Если берете круглый год, то 8 делите на 12. Олег, можно? Сейчас по тарифам, потому что по нормативам, вернее, будет долго обсуждать, я уверен. Марат Раэльич, или у вас еще что-то сказали? Нет, нет. Марат Раэльич, вот смотрите, сейчас вот когда по тарифам скажу, по нормативам, прошу прощения, какие они там месяцы и как они применяли, вот вопрос такой, на самом деле, на который там тоже нет ответа. Почему при переходе на систему оплаты только в зимний отопительный период, применили нормативы по старому 1560-м постановлению, а не новые, которые были разработаны для отопительного сезона, по 122-го постановления. То есть как вообще вот этот выбор проходил, кто там, как на основании, чего, каких разумных там... То есть вот может вот это пояснить, как это принималось решение. То есть, Нюх, вы, наверное, обратили внимание, кто должен сидеть в этом законодательстве, чтобы перейти на оплату в отопительный период из публиков и Таоски до этого. То есть и до этого, значит, принимали документы, некоторые из них отменились, потому что при переходе на оплату в отопительный период, а именно на 8 месяцев, мы обязаны перейти на новые нормативы. Последний срок, когда мы должны были использовать еще старые нормативы, это было 1 января 2020 года. То есть после этого мы должны были перейти на новые нормативы. Сейчас, когда вам календарь, который задает им поясник, что такое 12, что такое 8 месяцев, может быть понятен. Так вот, старые нормативы рассчитаны на 12 месяцев. То есть, когда люди платят равномерно, или эта цифра, которую мы называем 194 десятитысячных, она является как раз тем нормативом в месяц при 12-месячной оплате. Коэффициент 12 восьмых приводит нормативы старые к новым условиям, то есть к оплате за 8 месяцев. Объем тепла в течение года не изменяет в период. То есть вы можете отдельно посчитать, этот норматив умножить на 12 месяцев, можете новую умножить на 8, и годовое потребление тепла у вас по нормативам не изменится. Дело в том, что в республике есть около 5000, ну, 4000 с лишним неоприбленных малоэтажных домов. В основном это двухэтажные дома. При переходе на новый норматив, и при переходе на одну восьмую, на 20-м период, выйдет в домах, оплата в население вырастала бы сразу в два раза. За отопление, зимний месяц. И поэтому, вот этот вопрос он на протяжении нескольких лет рассматривается, но учитывая, что последний срок уже, когда нам сейчас переходить, используя старые нормативы, он исходил на 1 января 2020 года, с отопительного сезона 2019 года было решено все-таки переходить на оплату отопительный период. Кроме этого, оплата отопительный период, в том числе, является требованием людей, проживающих в многоэтажных домах, там, где стоят приборы учета. Люди тоже со своей стороны жаловались и спрашивали, почему мы поставили приборы учета, а вынуждены их оплатить круглогодично, и в то же время получать непонятные перерасчеты ежегодно. Вы, наверное, помните историю по перерасчетам в Октябрьском районе, такая же история, по-моему, была в Калининском районе, и то есть каждый год весной перерасчеты населения тоже так же жалуют. Мы до этого обращались в Минусторию России и просили делать, ну, вроде бы, простую речицу. Разрешить жительным жильцам дома по решению собственника самим принимать решение переходить на оплату по прибору или оставаться на нормативах по дистанционному миру. Но, к сожалению, федеральное законодательство построено так, что перейти на оплату вот этих перерасчетов можно либо к великому муниципальному образованию, либо не переходить. Отдельного выбора по домам нету, и права жителей на общем собрании принимать решение дальше нету. Соответственно, когда мы принимали решение, что мы хотели сделать? Мы старались защитить вот этих людей, которые живут в малолетарном живом фонде. Я еще раз сказал, этих домов у нас около 5 тысяч, 4-6 тысячи это неопривоженные дома. Это, считайте, все пригороды крупных городов, и все у нас практически, все населенные пункты, это сельская местность и рабочие поселки. Соответственно, это немаленькая масса людей, которых надо было социально защитить. В том числе, таким путем, чтобы они, по крайней мере, в годовом исчислении не стали платить больше за 15 тысяч. Можно вопрос? Да. Как вы собираетесь их защитить? Сейчас я закончу. Я закончу. Значит, в связи с этим было принято решение, прописать, что мы вот эти нормативы рассчитаны на 12 месяцев, приводим к 8 месяцев. 12 на 8, получается коэффициент 1,5, который вы сегодня видите в этом постановлении. Ну, а мы не отказались? Отказались, отказались. Подождите, отказались. То письмо, которое вы зачитали, Якушеву, смешное, мы, в принципе, эту работу с Минстроем проводили в прошлом году, благодаря чему, в принципе, нам разрешили применять старые нормативы пока еще до 21-го года. И программа на это движение Республика разработала для этого малолетарного жилого фонда, чтобы продлить, так сказать, возможность людей не увеличивать плату, а за этот период с этим малолетарным фондом что-то сделать. Где-то его приборить, в том числе за счет бюджета Республики, где-то перейти на попаркирное отопление, часть этого жилого фонда, видимо, попадет под аварийное и будет снесено. Поэтому вот такая пятилетняя программа у нас есть, она представлена в Минстрою. Минстрою сейчас, ну, понимаете, в прошлом году разрешили решение 25 декабря, в этом году они могут тоже 25 декабря принять следующее свое решение. Но мы все-таки ожидаем, что Минстрою поймет, о чем идет речь, и считаем, что это, наверное, я не юрист, но, по-моему, это называется коллизии, когда применять старые нормативы можно, но применять их в новых условиях невозможно, потому что, ну, буквально не хватает строчек постановления. Спасибо. Марат Равич, можно, вот я уточню, если я правильно понял, потому что, ну, там, записываем, и потом в СМИ, чтобы не было каких-то двояких трактований, вы решили оставить нормативы 1560-го постановления, если я правильно вас понял, так как они были, по вашему мнению, сейчас мы к этому вернемся с тарифами, были приняты на 12 месяцев, и для того, чтобы не увеличивать плату для жителей, скажем, малоэтажных домов, из-за того, что у них будет плату по нормативам, по новому, 122-го постановления 2016-го года, увеличилось бы, как вы говорите, в разы, вы к старому нормативу на 12 месяцев применили вот этот, так называемый, повышающий коэффициент периодичности 12-8. Но, не повышающий, это по плату. Я пытался, пытался, я потом буду отходить документ, подпределить, 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 давайте мы будем говорить по уплате не в месяц, а в годовом исчислении. А в годовом исчислении с 13-го года шел обман полностью сей Олег, подожди, я попытался сформулировать, хочу услышать, правильно я вам пока сформулировал мысль или нет? Ну, правильно, да, вы сформулировали. Вот, я хотел задать вам вопрос, вы беспокоитесь о малоэтажных домах? Да. Беспокоитесь. А какая разница, 9-ти этажные, 100-этажные, или 2-х этажные? А скажите, расход тепла, расход тепла идет, я имею ввиду, комплексы, от объема здания, вот котельную рассчитывают по максимальному, от объема здания, значит, маленькое здание, меньше тепла, большое здание, больше тепла. Ну, хорошо, вы же законам об энергии сбережения знакомы? Знакомы. До какого срока вы должны были свои, у вас 12-этажные домы? Зачем? 9-ти. 9-ти этажные, до какого срока вы должны были установить прибор учета в этом году? А мы не в этом году, мы в 12-м его установили. Ну, установили, а почему вы тогда сейчас задаете вопрос? Зачем? А это там малоэтажный дом. Зачем? Вы понимаете, почему вот этот вопрос возник? У нас в прошлом году не стали допускать прибор учета, никто его не проверял, ничего. И накрутили нас по вот этим, по данным, не по прибору, а просто вот по, как сказать, пальцами набирали именно на коэффициент полтора. Не на 0-0-194, а набрали конкретно под цифру, которая соответствует 0-0-291. Даже я вам покажу другое. Мы комиссионно снимали 15 февраля. Фотографию прибора сняли. 24 марта сняли. Дом потребил 73 гикокалории. Нам выставляли за февраль 250 дней. За март 219 гикокалорий. Мы обращаемся в комитет жилищный, чтобы они провели проверку. Получаем ответ. Коронавирус, там нельзя ходить никуда, нельзя смотреть ничего, нельзя делать ничего. если можно смотреть. Я понимаю, что таких ситуаций... Себе, вот ситуация, то, что товарищ говорил, вот ситуация, подождите, Государственный комитет Республики Башкортостан Батарипов. Вот здесь весь расчет, весь расчет, и он сделан на месяц. Я вам могу сейчас сказать, допустим, сколько 9-этажных домов у нас, вот, квадратных метров, сколько двухэтажных, сколько трехэтажных, я могу вам об этом. Вот. Поэтому двухэтажных, трехэтажный дом, разницы никакой нет. Единственная внутренняя система отопления, она считается по-другому, допустим, в зависимости от системы отопления, от розливов, там, и так далее. Первый, там, девятый этаж, это еще что-то влияет. А в общем дома, двухэтажный, трехэтажный, десяти, стоэтажный ролик не играет. Конструктивный элемент еще играет. Сейчас, секунду, смотри, можно, да, на ты, прошу прощения? Можно. Мы же здесь собрались пообщаться, задать вопросы, услышать о них ответы. я не получил, допустим, я понимаю, мне тоже много, что мне много тоже, что не нравится, прекрасно, многие об этом знают. Опять, винар, ну, пожалуйста, давайте не пуфер убивать, Поэтому, вот, мы то, что хотим сейчас усилить, давайте попытаемся хотя бы вот это, потому что размазываться там по всему мы точно не успеем. Вот, я все-таки продолжу, потому что, в любом случае, очень большое количество людей интересует вопрос следующий, да, потому что, раз этот абзац уже отменен, в связи с протестом прокуратуры, или вы там сами хотели отметить, что будет с 1 января 2021 года, какие будут нормативы, как будут начисляться, и так далее. Будут ли стать, я буду выполнять эти нормативы? Ну, давайте мы, учитывая, что я в данном случае чиновник, будем руководствоваться тех, кто нам может три нормативной базы, которая будет принято. Прогнозировать какие-то вещи давайте мы пока не будем, и тем более, я вас попрошу не наладить в СМИ какие-то ваши предположения. Еще раз говорю, в прошлом году в правительстве России приняло постановление 25 декабря. Вот придет 1 января, давайте мы стоим нормативную базу, с которой мы придем к этому числу, по ней будем работать. Вы пока не знаете, исходя из сегодняшней нормативной базы, как видится 1 января? Вот сейчас отменили, вот сейчас пока эта нормативная база есть, что будет с 1 января? Просто люди-то, вот они сейчас и взбудоражены тем, что они не знают, что происходит, и говорится, что давайте подождем до 25 декабря, когда все будут салатики крошить, но понятно, что в январе мы опять получим то, что... Я не могу отвечать за то, как на федеральном уровне люди принимают нормативные базы, и какие документы они примут. Они, может быть, и не примут, вот как сейчас. Допустим, они не приняли. Вот коронавирус, все ушли на самоизоляцию, в Москве не приняли. Допустим, они не приняли, в республике все равно будут принять какие-то документы, которые защитят жителей моноторного жилого фонда. Защитят, то есть защитят от повышения. От увеличения у них плата за отопление за домом числе. Ну, то есть, если не предпринимать никаких мер, ни на республиканском, ни на федеральном уровне, с 1 января, вот эти граждане двух-трехэтажных домов, домов неоприборных, получают повышение. Причем повышение значительное. Я приборюзаю двухэтажных домов. Ну, неоприборен и двухэтажные дома. Хорошо. То есть, там, в два раза, по-моему, опасно. В отопительный период, да. Ну, то есть, это вопрос прям очень острый и очень важно любой ценой. Правильно? Потому что, если у нас 5000 домов, опять, на вопрос по всей выделялась субсидия на малый этажное строение по 100 тысяч на дом, чтобы установить счетчики. То есть, девятиэтажные дома ставят сами за свои деньги в счетчики, а двухэтажные субсидии выделяют. Ну, счетчик где-то стоит, ну, пускай с кашей, смашей где-то 1300. Установить, полностью обвязать, дать его там и так далее. Проект на сайте. Ну, это на девятиэтажный дом. На двухэтажный может поменьше, субсидии выделялись, но счетчики не стоят. там двухэтажные дома. А субсидии получены? А ваш РДС отказал за 100 тысяч рублей? За 100 тысяч рублей? Я не отказал. Ставьте счетчики. Им не выгодно, потому что очень маленькая якобы там прибыль была, и все. И вопрос касается еще, что в течение шести лет, где эта программа энергосбережения? Где эта программа? Самое смешное по энергосбережению, как только выпустили вот этот вот коэффициент 12 к 8, но называют его и коэффициентом, пытаются мотки за туманью, которых мы сейчас здесь сидим, слушаем, которые арифметику не знают, допустим. Вот. Сразу начали фактически отключать счетчики. Вот в частности, я вот это хотел сказать, на нашем доме. И так вот 10 домов, с которыми я общался, отключены были счетчики, не введены в эксплуатацию. Развязали руки для того, чтобы... Я это знаю, прихожаю. Чтобы брать по максимуму, чтобы брать, не по счетчику. В Калининском районе этой зимой было 123 дома таких. Вот. Вот видите, что пошло? Это только в одном районе, да? Это в одном районе. Это понятная ситуация. И стали не допускать просто счетчики. Пока, если сейчас это затронули, в СПЧ у нас было там вот из жилоспекции, с министерством, и речь о том, что управляющая организация за того, что они их не содержат, они их там не ремонтируют, не поверяют, для того, чтобы у них была ответственность за это. Но никто же пока это не хочет. Почему? Сейчас у нас эта тема не свечет. Извините, почему счетчики, вот мы допустим, в своей ТЖХ запрашиваем, нахожусь, самые постоянные отчеты по расходу денежных средств наших. Я сейчас как системно говорю. 20-30 тысяч уходит на счетчик. Я знаю. Знаю. Давайте, Марат Равильевич, вот, когда, ну, вытекающий, да, из всего вопроса, то есть 1 января, мы пока не знаем, мы пока предполагаем, ждем, какие-то изменения, надеемся, да, когда все-таки ресурсники выполняют требования по оснащению МКД вот этим углом. Потому что изначально еще до 15-го года, если я не ошибаюсь, было вот это по 261-му закону. И плюс, вот для маленьких домов, которые потребляли меньше там 0,02 там гигакалорий в час, да, по-моему, для них вот как раз уже срок 21-й, по-моему, конец января. То есть с января 21-го года во всех домах должны стоять приборы учета. Однако, про которую программу вы говорите, на разбережение, которое летом этого года было принято, она разработана, если не ошибаюсь, до 25-го года. И там, в частности, ну, я его по диагонали честно посмотрел, там по Уфе, по-моему, начнутся установки там чуть ли не с 23-го года. Хотя это обязанность РСО прийти и поставить. Если мы на сегодняшний момент собственники, мы про остальные, да, дома говорим, они должны, если не поставили сами, ресурсы не забывать, он ставит прибор учета и выставляет жителям. Ну, они же этого даже не делают? Нет, подождите, вот смотрите, назвал здесь стоимость прибора учета 300 тысяч. Так. Ну, примерно, это правильно, 350, это есть мерный светный расчет, при условии, что счетчик ставится внутри дома. Все эти двухэтажные дома, ну, большинство из них не имеет такой возможности установить счетчик в подъезде. там нету, там нету, там нету, там нету, там этого расстояния, там должны быть определенные технические условия, счетчик в основном двухэтажных домах, это делается отдельный сметный расчет, он стоит где-то около как 400 тысяч, потому что его надо ставить с отдельным вором вовсе дома пусть он ставит, потому что, ну, я вам говорю, внутри дома поставить его в подвале на повещение нету. И посчитайте, если я в математике не очень, 2 миллиарда на всю республику. Нет, посчитайте, во сколько это обойдется каждому жильцу двухэтажного дома и сколько это обойдется жильцу девятиэтажного дома. То есть, наверное, нагрузка на каждого жителя, она значительно отличается. Соответственно, где эти люди возьмут деньги двухэтажный дом авторает, сегодня поставить счетчики, ресурсники сайта компост уже, мы пойдем поставим поселение на улице. Срок службы такого? Там у нас рассрочка пятилетняя, как минимум. А у нас проценты? Ну, они там поставки рефинасферны, там, не такая цена. Да, у нас процентов есть, все, где-то стоит. Проект есть, можно сказать, можно сказать, вы говорите, что двухэтажных домах нету подвала, там, и так далее, нигде поставить. Насколько они питаются через тепловой пункт, как я понимаю, если нет подвалов, там, и так далее, тепловых узлов, значит, питаются через тепловой пункт. Поставьте счетчик в тепловом пункте на группу домов. это раз, но второе, счетчики, вот к вашему сведению, допускается устанавливать тепловые счетчики за счет капитального ремонта, законом это не запрещено. У нас, капитальный ремонт, все планы. МУПУИС говорил, что когда у них нет возможности установить в подвале, они его ставят снаружи, ставят какую-то камеру, и на наружной стене дома, на границе баланса продавится, спокойно. Как это можно сделать за счет капитального ремонта? Ну это понятно, понятно. С этим же никто не спорит. То есть пока информации, когда все-таки ресурсники поставят, нету тоже, да? А капитальный ремонт основной платит. То есть с 21 года в Башкирии все дома не будут на приборе. Ну все дома не будут на приборе. Поэтому и есть программы для госбережения. Давайте, если вы не против, все-таки теперь перейдем на нормативы. Расскажите, пожалуйста, сейчас прошу прощения, наиви Фанильича. Вот про 560 это постановление и про 120. Вы выяснили, Да. 560. Я объяснил, смотрите, какой вопрос. В том числе мы написали вам запрос на основании каких расчетных периодов было установлено 560. Ну потому что 306 постановление, которое рассчитывает, то есть оно периодически меняется. Вот есть там редакция конкретно вот этого 11-го года перед тем, как был установлен тариф по нормативу. Прошу прощения, потом они менялись, менялись, сейчас установили новые. Ну давайте все-таки внесем ясность по нормативам. Что касается нормативов. Нормативы потребления коммунальных услуг рассчитываются в соответствии с 306 постановлением правительства. Нормативы приняты для городов и постановления 1560 23-го декабря 11-го года они рассчитаны также соответственно с 306 постановлением той редакции, которая действовала на момент принятия решения. Согласно этой редакции годовое потребление тепловой энергии по квартирному дому делится на 12 месяцев. Не на 8 месяцев, а на 12 месяцев. пункт 13. Не напомните, какой пункт? Пункт 13. Если не ошибаюсь. Ну, я только не знаю. Да, пункт 13. То есть там в знаменателе 12, то есть она рассчитана для применения в течение всего года. То есть вот этот коэффициент 12 восьмых он принят для того, чтобы годовое потребление тепловой энергии пересчитать только в отопительный период. То есть на 8 месяцев. То есть в годовом выражении конкретный дом больше тепла потреблять не стал. То есть если сравнить нормативу, то там 0,281 он так и получается. В постоянных условиях одинаковые. То есть у нас есть были разъяснения фаса. То есть в части индексов то, что вы вот сказали о том, то, что превышение индекса произошло в основном 3,6%. Расчет индексов и их мониторинг он осуществляется в соответствии с 400-м постановлением правительства, который удержен. Госкомитет ежемесячно проводит этот мониторинг по индексу роста совокупной платы граждан. И тут есть пункт 5, под пункт ЗЕВ, который говорит, что при применении и расчете предельных индексов не учитывается разница, которая возникла при, вот дочитаю дословно, чтобы этот, которая возникла после перехода 1 января от применения порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению равномерно за все расчетные месяцы календарного к применению порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на период рано продолжительности отопительного периода. То есть, чтобы соблюсти указанный пункт и не было в годовом исчислении превышения рост совокупной платы граждан, который устанавливан на федеральном уровне, был принят указанный коэффициент Что касается нормативов, принятых в 122-м постановлениям. Можно тогда, если у нас только 560-е пока закончили. Вот в той редакции 306-го они устанавливались на 1 метр площадь жилых помещений. На домах же есть еще не жилые помещения. То есть здесь, как получается, был установлен норматив условно 00234, если при его установке брались только данные по площади жилых помещений, а не всего дома. То есть по формуле идет распределение годового потребления дома только на жилую площадь, потому что начисление было только на жилую площадь. То есть годовое потребление дома распределилось на жилую площадь. Да, всего, да. Не жилые. Не жилые тоже сидят на одном приборе. Тоже на одном приборе учета сидят. Не жилые помещения. И собственники не жилых помещений, согласно жилищного кодекса, обязаны наносить плату на содержание своего помещения. Причем у них же тариф другой же должен быть, да? Ну, я вам надо помню. Сейчас есть ответ. Бурдюк в феврале месяце. Ну, совершенно противоположное писал. Вот здесь. Ну, что пишет? Можно? Пожалуйста. А что написано? Как считалось? Как это стало? Что, формула поменялась? Тут формула аналогичная. 12 месяцев. Вот в знаменателе 12 стоит. Ну, 12 по 12 делим. О чем мы и говорим? На 12 мы и разделили. На 12. А вы говорите 12 к 8. А там делите на 12 месяцев. 12 к 8 это шло перевести в отопительный период. То есть, нормативы утверждаем в 1560 постановлении. Они рассчитаны для применения в 12 месяцев. То есть, в течение круглого года. А коэффициент 12 к 8 позволяет применять этот норматив только в отопительный период. В конечном итоге, вот допустим, можно посчитать любой дом, допустим, вот столько времени прошло, любой дом, какую он нагрузку несет. И на каждый дом можно вывести, допустим, потребление часовой нагрузки. Здесь она завышена. Я правильно понимаю, что вот... Это в 12, это на месяц нагрузка, на месяц. Это на месяц считается. На месяц, посмотри. Это для применения в месяц норматив, но при этом годовое потребление... Так здесь минус 35 вам напиток. И на месяц. 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 Давайте про нас. 122. 122 постановление, оно также рассчитано в соответствии с 36 постановлением, только дифференцировано по материалам стенок, этажности и коду постройки. То есть, мы собирали информацию от всех муниципальных образований по характеристике жилищного фонда, по тепловой нагрузке, которые в этих домах. И разделили. Дифференцировано было строго в соответствии с 36 постановлением. То уже при расчете этих норматив в знаменателя принят только отопительный период, то есть 8 месяцев. Если, так, в пункте постановления, так, в третьем пункте, 122 постановление, там применение. То, что рассчитано на применение в течение 8 месяцев. А вот для людей не сведущих, да, там, ну, вот, простая логика. Норматив по 122 постановлению, он, ну, в два раза, да, вырос по отношению, там, в 1560 для вот этих малоэтажных домов. Как оно, при том, что те раз нормативы были на 12 месяцев, эти на 8. Можно, например, логически предположить, что этот норматив мог увеличиться на 30 процентов, ну, в соотношении. Но как он мог увеличиться в два раза? То есть, вот, что произошло с домами за 4 года, когда вдруг норматив стал больше в два раза вместо, там, вместо, например, 30-ти процентов повышения? Ну, не в течение, там… Ну, с 12-го по 16-й год, из 4 года. То есть, вот, просто, ну, вот, мне, как побывателю, непонятно, да, то есть, был норматив один для двухэтажного дома, но через 4 года он на 12 месяцев, а через 4 года он стал в два раза больше, хотя, вроде, должен был логически увеличиться всего на 30 процентов. Без изменения конструктивов. Да, да. Ну, надеюсь. Без изменения конструктивов, да, но при этом разделилась дифференциация, по которой мы должны были делить. Если посмотреть, то у нас теперь делится на до 99-го года постройки и после 99-го года постройки. А 1560 – это усредненное, там не делится по годам постройки. Ну, мало, конечно, позитивного. Ладно, смотрите, у нас, по сути, 122-ое постановление, оно действующее, хотя почему-то не применяется. Ну, это же, видимо. Зачем оно не подписано? Почему не подписано? Нет, оно действующее. Нет, оно действующее. В документах оно действующее. Оно будет как-то изменяться или что-то? Можете сказать, кто его подписан? Руководитель Госкомитета по тарифам. Оно подписано, опубликовано на сайте нормативно-правовой актов. Можно не вопрос. Кто сегодня обязан был посчитать лишь такое? Вот я в Башкирской генерирующей компании. У меня есть начальник компании Баш РТС. Сколько тепла в гигакалориях было выработано в Башкирской генерирующей компании, и сколько за тепло оплатили граждане. И я убежден, что они оплатили в разы за тепло, которое не вырабатывалось. Вот чем вопрос. Понимаете, к чему я говорю? Управление можно пропустить. То есть, я произвожу тепла меньше, чем оплачивает мне население. О чем сейчас спора идет? А мы говорим там о каких-то усредненных. Ну почему? Дом, вот есть в доме при его учете. Как только вот установили вот этот 291, умножили на полтора. Кстати, согласно жилищного кодекса, не применяется к отоплению повышающих коэффициентов. Статья 156. Вот. И как только установили. Все. Развязали руки всем. Где ответственность? Гожью надзор конкретно ничего не делает. Все ссылаются на пандемию. Таким образом нарушается главное конституционное право человека. Подтвердаю. Конституционное. Статья 45. Конституция гласит. Каждый гражданин имеет право защищать свои права и свободы всеми способами и запрещенные законом. Мы пишем. Пишем. Для того, чтобы проверить свое право. Проверить, что нам незаконно выставляют платеж. У нас пандемия. Таким образом в одностороннем порядке нарушаются права гражданина. Конституционные. И сегодня невозможно никого привлечь для того, чтобы проверить этот прибор учета. Центры стандартизации не могут привлечь. Потому что пандемия. Но как только мы прекращаем платить и платим то, что мы должны платить. Ага. Документы в суд попали. Вот у нас сегодня простой вопрос. С июня месяца третий судья не могут рассмотреть. Абсолютно простой вопрос. Такое ощущение, что там сговор конкретно идет. Между управляющей компанией и судом. Есть этому уже определенные доказательства. Поэтому я хочу сказать, что нам нужно при этом заседании конкретно определить. Какую ответственность будут нести управляющие компании за ненадлежащее содержание прибора учета. У меня просто предложение. Есть у нас в конце концов аккредитованная организация, которая может навести в этом плане порядок конкретно. Потому что я не доверяю никакому частному бизнесу, который проверяет приборы учета. Липа самая настоящая. Не вносит в реестр. Приборы не поверены. И вообще я хочу проще сказать. ЖКХ это очень сложная область. Приведу пример. Для того, чтобы подготовить. Есть программа в Уральском институте повышения квалификации. Чтобы подготовить мастера по ЖКХ нужно озвучивать 620 часов. А теперь представьте, каждого из вас назначили старшим дома. Вы мне скажите, что вы будете делать? Вы имеете познание в этой области? Люди привыкли к еждивенческо-доверительному положению. Мы доверяем. Мы как еждивенцы. Сделайте. А никто ничего не делает. У меня просто есть предложение, что если есть у нас возможности у центра стандартизации метрологии, значит они должны взять на себя эту функцию конкретного. Утверждение проекта узла учета. Контроль за установкой этого узла учета. Контроль за действием. Они независимы, по крайней мере. Потому что нет никому доверия. Везде сидят родственники. Я сейчас не буду зацикливаться на этом вопросе. Если это директор, у него дочь занимается проверкой приборов учета. Владимир, спасибо. Я продолжу по 122. Оно сейчас действующее. В него планируется носить изменения? Я почему спрашиваю? Потому что вдруг правительство решит, что 560-е мы забываем, и, например, будет работать теперь вот это постановление, которое выше. Вот так вы планируете? 122-ое в части касается то, что нормативы, то, что действующие нормативы, то, что здесь утверждено, их менять не планируем. Мы планируем добавить новые степеня благоустройства, где вот прочерк есть, а такие дома появились в связи с новым строительством, их добавим. Смотрите, вопрос еще по 122-ому постановлению. Оно сделано с применением расчетного метода. С применением расчетного метода. В то время как по 306-ому постановлению, то есть расчетный метод там, но он самый последний, да, на самом деле. Он применяется, если нет аналоговых и нет экспертных возможностей. Экспертные методы отменили в 2013 году, по-моему. Ну, может быть. Я по старой редакции смотрел, поэтому готовился сегодня. Хорошо, расчетный метод остался. Расчет, прошу прощения, аналоговый. Аналоговый метод он как раз для того, когда есть все данные по ОДПУ, по объемам. Ну, сложно сейчас, да, не буду это все терминами говорить. Почему не внести или не принять новое постановление, когда рассчитать норматив нормальным, спокойным, аналогным способом. Не расчетный, который там, вот эти три листа формулы, да, а взять выборку домов, взять дома, у которых те же двухэтажные, у которых, у нас же есть двухэтажные СОДПУ, так или иначе их достаточное количество. Взять вот эти конструктивные особенности и по ним установить норматив, который будет реальный, а не расчетный. Мы проводили анализ, собирали информацию по возможности установления норматив аналоговым методом. Дело в том, что по 36-му постановлению должна быть обязательная непрерывность показаний в приборах учета. То есть, если даже показания в приборах учета есть односекундное прерывание, то эти приборы учета уже в выборку не подпадают. Если вот эти дома из общей генеральной совокупности убрать, то невозможно применить метод аналогов. И даже по тем показаниям приборов учета, которые там одна секунда, две секунды были перерывы, то по ним расход получается больше, чем действующие нормативы. То есть, мы рассматривали, собирали информацию о возможности установления норматив с применением метода аналогов. Можно будет потом как-то ознакомиться, чтобы сейчас время не тратить, потому что много нормативов, вот этим действительно много вопросов. Согласно 1034 по постановлению, если прибор учета не работает, то он не проразан в какие-то секунды, то берется аналог ему показаний за прошлый час при неизменной температуре. Есть разъяснение Минстроя. Мы обращались в Минстроя России о том, чтобы они нам дали пояснение. Они нам пояснили, что если даже есть секундное прерывание показаний прибора учета, то этот дом не идет в выборку и не включается. Я просто, чтобы сейчас с нормативом этим можно сидеть 3 дня и мы там ничего не решим. У меня просто вопрос. Давайте, может быть, отдельно вместе с коллегами решить по нормативу, по применению аналогового способа. Посмотреть у вас документы, почему не получилось этот аналоговый способ привести. Посмотреть какие выборки домов, потому что я сильно сомневаюсь, что существуют дома, как все дома в буфе, например, у которых приборы постоянно не работают. Не постоянно, там даже если односекундное прерывание есть. Там они могут быть 364. Я, если честно, не видел таких даже отчетов, чтобы на одну секунду быть. Обычно часовые, как минимум. Нет, если секунды, они его и не берут в расчет. Это не подкажет прибор. Смотрите, просто как бы ремархи, я, может, меньше попросу ЖКХ, но у нас же все, что делается, и госорганами в том числе, все должно быть ориентировано на людей в первую очередь. То есть любая заминка сомнений или еще что должно толковаться в пользу людей, потому что это все делается для него. То есть можно по-разному относиться к тому, что у нас заявляется по телевизору, что происходит в трибуну, но вот то, что декларирует у нас президент страны Владимир Владимирович, о том, что любые действия должны быть в первую очередь реантированы на человека. Здесь, как бы, да, можно спрятаться за формальной вот этой вот постановкой, чтобы вот секунда было прерывание, извините, мы это там не берем. Но есть же, как бы, механизм. То есть надо, значит, тогда долбить министерство строительства федерального. Надо здесь принимать, может, локальные арты какие-то в республике, но нельзя так отмахиваться от этого. Я уже с коллегами согласен. То есть мы идем на данный центр. Так, кроме этого, еще и нормативы, еще кроме этого тарифы поднимаются. Тарифы на... Вот я взял просто выборку по, значит, нормативам, кстати, по поводу индекса. Вот вы можете объяснить, что такое индекс? Индекс превышения, что в тебя включает понятие индекса? Индекс – это раз совокупного платежа за все виды коммунальных услуг, к которым относятся холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, тепло, электричество, газ и таково. По каждому в коммунальных услугах? В совокупности. Да. В совокупности. Вот скажите, на сегодняшний день, по данному скажем, вот скажи прокуратуре, в привычный индекс потребителей? На сегодняшний день – нет. Нет? Какой индекс? Как нет? Мы сейчас говорим, что сегодня индекс какой? Сегодня индекс совокупного платежа в среднем по республике на 2020 год – 3,6%. 3,6%. 3,6%. Умножьте 0,094 на 3,6%. Сколько получаете? В начале только своего скопления сказал о том, что есть платформка З, основа формирования, согласно которому расчет, там не учитывается разница платежей, возникшая вследствие перехода от расчета на календарный год на отопительный период. То есть все нужно считать в сопоставимых условиях. Если посмотреть норматив 0,094 и перевести его в сопоставимые условия в отопительный период, то никакого роста не произошло в годовом исчислении. Ну, например, Оренбург – 1735 рублей 28 копеек. 1383. Для Орска – 1480. Для Орска – 1740 есть. И мониторинг, который я просто выбрал, где? Сколько? Москва – 1929 рублей 41 копейка. Санкт-Петербург – 1818-29. Волгоград – 1765-28. Новосибирь – 1467-82. Это 1 января. Казань – 1870. Там, кстати, много очень потребляющих организаций, которые приготовляют это тепло. Расков на Дону – 2386. Иркутск – 1466 и так далее. Возникает вопрос. Из каких поблуждений госкомитет решил, что жители города Уфы… Что? Нефтяников всех разделили, всю зарплату, на все количество людей, учителей и всех полноимущих людей? Я привезу пример. У меня уже два красных диплома. Я работу оценили. 12 рублей пенсии. За отопление – 24,7%. Из каких поблуждений госкомитет решил, что жители города Уфы, ну скажем там, республики, готовы потянуть это? И вы видели, что скорость платежей падала. А если скорость платежей падает, значит, это применено неправильно. И оно будет дальше падать. Люди же некуда людям дальше тащить эту всю волокиту по отоплениям. Это обман самый настоящий. Разрешите? Да. Владимир Викторович. Я. Пошел час. Мы когда с нами договаривались, мы договаривались разобрать вопрос 12-8, а не час минус будет. Поэтому давайте мы как-то будем заканчивать. Я там забыл. Ну, я вообще думал, что мы, конечно, больше, чем часа два посидим. Если вдруг кому-то надо бежать. Ну, потому что тема с этого, я смотрю, все уходит. Какие-то обсуждения часто проходят. Ну, смотрите, давайте так. Вот Владимир задал правильный вопрос. Какую ответственность будут нести управляющие компании за неправильную работу общего рынка и уровня учета? Правильно, Владимир? Да. Я хочу, кстати, сказать, что прежде чем установить, вот он может работать, он будет все показывать. Потом берут с него вытяжку эту. Это я говорю для вас конкретно, чтобы вы понимали, есть доказательства о этом. Это нужно уже у нас будет знать уголовное дело. И Госкомитет по жилищному вскрытию надзору прекрасно это знает. Но покрывает этих бездельников. Что делается? Вытаскиваются данные, заносятся в компьютер, и в компьютере изменяются данные. Есть доказательства конкретно. Это что, гражданское правоотношение? Владимир, вот реальность. Я этот вопрос как раз хочу сейчас понять. Я теперь считаю, что прежде чем проверить прибор учета, необходимо провести метрологическую экспертизу узла учета прибора и условий его, соблюдения условий его установки. Вот поставили этот прибор учета, но где-то не выдержаны условия, и он будет работать неправильно. И если я сомневаюсь в этом, давайте зададим, кто представитель центра стандартизации и зададим эти вопросы. По приборам отопления. Потому что все сейчас именно идет от приборов отопления, которые показывают величину намного больше различных нормативов. Владимир, давайте вот эти два последних вопроса, потому что все предыдущее мы уже обсудили. Азамат Эрикович, зампредседателя госкомитета от положительного строительства. Скажите, пожалуйста, какую ответственность все-таки будут вести управляющие компании в случае неправильной работы общинного прибор учета? Вопрос поясни, конечно, не включен. Давай сначала на него ответим. И по ответственным, да. Ответственность по КОА проекту, ну, в принципе, наверное, ничего нового нет. В случае нарушения управляющих компаний требований кофтура торгового учета, данное нарушение будет отставаться как нарушение дистанционных требований, и в случае выявления нарушений управляющая компания привлекается к ответственности, то есть там штрафные санкции довольно серьезные, на его лицо 250 тысяч рублей, и на должностной 50 тысяч рублей. Из личных его средств или даже средств компаний? Из личных. На его лицо. Вопрос, конечно, больше касается того, то есть жителю неважно, да, то есть на его лицо там штраф наложен или не наложен, то есть вопрос касается напрямую жителю, потому что в случае выхода пригласить учетный строй в течение первых трех месяцев расчет идет по среднему, да, а потом применяется нормально. То есть прямую, то есть данное нарушение приводит к тому, что жители переплачивают на самом деле денежные средства, но в такой порядок у нас предусмотрен 30 тысяч отчетных составлений правительства. В принципе у нас, если посмотреть 261 закон, 1 мега сбережения, то в случае выхода пригласа прибор учета из строя, правитель компания должен в 7 месяцев прибор учета наладить и применять показания приборов к расчету. Если этого не делать, то возникает наградность, ресурсновляющая аргументация должен подключиться и прибор учета ввести эксплуатацию и показания применения к расчетам. В случае невыполнения данных требований в отношении РСО также предусмотрено ответственность к статье 9.16. Ваш комитет, что у нас допустим счетчик загрублен, что управляющая компания. Самое интересное, что вот про прошлый год говорили фотографии есть, счетчик не загрублен. Я вот все-таки на самом деле согласен вопрос, сейчас давайте обсудим его после совещания отдельно. Да что, обсудим. Да это общий вопрос. Это любого касается. Хотите этого самого на улице Ибрагимова дома, хотите налетчиков в любой дом. Но согласен. При поступлении обращения ранее мы проводили проверки уездные, в том числе с привлечением специалистов в Центр инвестиционной метрологии, которые выезжали на дом, выявляли неоднократно такие факты нарушений и нарушительно привлекали кончеркнутость. На сегодня в отношении всех вознагражденных наложим мораторию на проведение проверок, как в Непалу, ВСР, так и в документарных. То есть мы можем проводить проверки только по согласованности с прокуратурой, по тем обращениям, где есть факты наличия причинения вреда, вреда, жизни и даже граждан. Иные проверки на сегодня запрещены. Поэтому нужно ответы давать, что проведение проверок по таким основаниям у вас пока не будет. А какая вот проверка нужна, допустим, Путлугулов пишет. Путлугулов. Вы пишете мне, отвечаете, что типа того, что вы возьмете на контроль, что в платежных документах в соответствии с 356-м постановлением, вот, пунктом 69, будут указаны показания общедомовых приборов учета. И вы берете это на контроль. До сегодняшнего времени этого нет. Это было бы в 19-м году обещали, с 1-го октября начнется. До сих пор нету. И где ваш контроль? Ладно, давайте. Не имею этот метод. А зачем я вам эти документы предоставляю? Мы же сейчас их не будем смотреть, Олег, вы же понимаете. Давайте мы пришли действительно решить вот общие вопросы, которые у всех сейчас на устах. Ну вот мы сейчас каждый документ же не будем смотреть, но мы же это понимаем. А в этом ты решила? Ну какой вопрос? Какой сейчас? Вот сейчас останемся, посмотрим, но никто же не против. Нет, подождите. Вот какой общий вам? Это общий вопрос. Это не только по нашему долгу. Мы же их уже назвали вот эти. У вас эти вопросы все эти есть, а не у меня эти вопросы есть. Что будет с января? Проспели расчетами, про нормативы, про все остальное. Понятно, что мы их сейчас сразу не решим. Мы хотя бы наметим, как идти дальше там. С Госкомитетом по тарифам по этим нормативам встретимся. Вот сейчас уже у Мин... Я сейчас никого не защищаю, вы же понимаете. Я хочу... Потому что у нас сейчас все равно этих вопросов, ответов нет. Можно я вопрос задам, какого прокуратура не отпустили, любезно? У меня очень простой вопрос. Вы будете заниматься признанием вот этого коэффициента незаконным? Будете ли заниматься тем, что последствия введения этого коэффициента привлекли за собой ущерб для граждан? И будете ли вырабатывать методику возмещения этого ущерба? Это основной вопрос, который сейчас задают люди. Будут ли возвращать деньги незаконно начисленные при помощи этого коэффициента? Очень простой правовой вопрос. Прокуратура этим будет заниматься или не будет? По закону с этим коэффициентом, это форма горки, она уже дана в нашем процессе протеста. То есть он принан незаконно? Да, рассмотрим. Отлично. Коллизия будет устраняться. Сейчас органы власти принимаются меры, в том числе во взаимодействии с федеральными органами власти. По вопросу возврата и перерасчета этот вопрос ставится не будет, исходя из того, как Госкомитет нам пояснил, имен ЖКХ, в годовом исчислении граждане не переплатили. И потребление тепловой энергии и совокупный платеж граждан за отопление в годовом исчислении не поменялся. Вы проверяли тезис в Министерстве и ЖКХ о том, что он не увеличился? Да, проверяли. Он действительно не увеличился? Без проверки протеста не разъяснил. То есть речь не идет о материальном ущербе, речь идет только о казуистике применения расчетов, правильно или неправильно они были приведены. Деньги никто лишний не взял, вы так считаете и утверждаете, да? Да. Поэтому жильцы обращаются для возмещения излишне выплатенных денег. Дело в том, что да, ведь на самом деле сумма-то увеличилась, понимаете? Это вам скажет любой плательщик жилищно-коммунальных услуг. Вот то, что вы сейчас сказали, это на самом деле самоубийственное заявление, да? Это понятно, да. В таком случае потрудитесь объяснить населению, что они платят больше, но на самом деле это не больше. На самом деле это меньше. Да, на самом деле это меньше. То есть вот это заявление ваше, оно естественно будет везде растиражировано, безусловно. То есть вы утверждаете, что люди не стали платить больше совместно с Мин ЖКХ. Да, все правильно. Спасибо. Мне вот, Владимир, давай вот в адрес центра стандартизации тоже там вопрос был какой-то вопрос забылся. Давай сформулируем, мы потихоньку будем догугляться. Кто готов будет идти, уже отпустим. А какие-то вопросы частные я обсудим. У меня есть определенный вопрос, потому что, по сути дела, эта проблема, все республики вообще, да везде она стоит, эта проблема. Вот у меня такие вопросы есть. Например, центра стандартизации метрологии. Должны ли ресурсоснабжающие организации контролировать злоучеты тепловой энергии, установленные в МКД? Вот ресурсоснабжающие организации. Я же по этому поводу не сделал. У нас приборы учета, которые находятся в ВАМе, они являются имуществом, собственно, да, общедомым имуществом. И вы хотите сказать, что это не отравилось? В ВАМе, если мы находимся в управлении управляющей компании, это было ответственность обладать управляющей компании. Но у нас по задержанию преддержания, в случае, если управляющая компания допустила выбор в прибор учета из труда, в течении двух месяцев не пределариваться ответственность, то уже возникает обязанность с республикой организации ввести прибор по учетам в эксплуатацию и применять его показания в расчетах. Вы понимаете? Я предупреждал пример. ТЖХ и ВПС сговор реальный. Прибор учета не был допущен, и они принимают показания недопущенного прибора учета к работе. Как вы это по-другому назовете? Значит, согласно 808-го постановления, в случае нарушения режима тепловоснабжения ресурсоснабжающая организация обязана раз в квартал, в квартал даже, проверять узел учета тепловой энергии. А вы говорите, они не должны проверять. Я такого не говорил. Следующий вопрос. Хорошо. Так. 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 Согласно проекту учетов, в многоквартирных домах установлены теплощетчики. Ну, например, там, ТСК-7. А по факту стоят отдельные части этого теплощетчика. Почему? ГОЖИЛ-инспекция не принимает никаких мер к таким управляющим компаниям. Ведь факты это неживо выявляется. То есть стоят узел, теплощетчик. А по факту выдаётся поверка на каждый узел. Как вообще, вот скажите, как должен появляться теплощетчик? Кому это вопрос? Так. Большой вопрос. Арханедянов, начальник отдела рассуждения температуры. Теплощетчик, да, это совокупность приборов, если говорить простым вопросом исходомеров, датчиков температуры и вычислителя. По верху они все проходят поэлементно. Поэлементно. Есть определенные виды теплощетчиков, типов, которые по верху проходят комплексом. Вот. Но все теплощетчики, все теплощетчики должны быть быть именно теплощетчиками, а не составными частями. То есть, поэлементное проведение поверки, а потом проведение комплекса – это обязательная процедура, при котором в эксплуатацию должен вводиться, в коммерческий именно учёт должен вводиться теплощетчик. То есть, если поверены составные части и нет документа о том, что теплощетчик, в котором прописан состав его, то данный прибор не является прибором учёта для органического учёта. Вот. Делается для чего? Это по одной простой причине, да, то есть, как бы основной целью нашей задачи, да, центра стандартизации является обеспечение единства измерений. Делается для того, чтобы разношерстные приборы потом не появлялись в узлах учёта. Объясню причин. Вот, например, стоят расходомеры. Завод, естественно, их производит. Когда выдаётся документ с конкретной пропиской, какого у него состава, с заводскими его номерами, с госномерами государственных реестров, в случае, если один расходомер вышел устроен, на сегодняшний день просто управляющая компания производит замену этого расходомера и считает, что это правильно. Я так скажу, что в каждом расходомере при выпуске из производства с каждого или с каждой линейки были коэффициенты совершенно разных самих расходомеров. Поэтому и для того, чтобы разная, скажем, погрешность не расходилась между первыми разными расходомерами, для этого и проводится и для того, чтобы самовольно не производилась замена. Потому что комплекс – это один прибор, теплощадчик – это одно целое. Поэтому, собственно, и во всех их 10-34 постановлениях, и во всех нормативных документах и проектах вы увидите не составные части средств измерения, а именно теплощадчик, состоящие из таких-то именно теплощадчиков. То есть, должно быть полностью соответствие приборов, взаимодействие приборов должно соответствовать Вся система. Вся система. Да, должен быть в помощи. Они должны, допустим, если положено здесь, допустим, прибор Ю, то здесь должен стоять прибор Ю по кругу. Вычислили. Еще такой вопрос. Сколько пломб должно ставиться на узле учета тепловой энергии? То есть, в каждом. Сколько пломб? Вот вы сталкивались, сколько пломб реально сейчас стоит, и сколько должно стоять пломб? И чьи пломбы должны стоять? Ну, пломбы это все прописано 1034, вы можете там посмотреть. Ресурсоснабжающая организация планирует при вводе в эксплуатацию. И вот 1034. Планируем, у злого что-то случается. Да, предстоятельно теплоснабжающая организация и потребители, которые в основном мы делаем учет. А, представители-потребители. Ну, у нас кто предстоит потребителем, может выступать в управляющих компаниях. Ну, реально стоят по одной плоскости. По одной плоскости. По одной плоскости. Смотрите, коллеги, если вы не против, давайте все-таки завершать. Я вот краткий итог, какой могу подвести, может быть, тоже поправить у меня. Пока мы не знаем, что будет с января 2021 года. Какие будут нормативы, будут ли какие-то коэффициенты, или еще что-то. Но это, к сожалению, плохо, по моему личному мнению. Но сейчас я, соответственно, повлиять на это не можем. По мнению прокуратуры, возвратов за увеличение этого норматива людям, которые по нему платили, не планируется. Если я тоже правильно понял. Вопросы к самим нормативам, они действительно остались. Нет смысла их долго сейчас обсуждать, потому что, я думаю, мы договоримся и вот совместно там придем. Надо вникать, потому что, действительно, расчетный метод он не совсем корректный. И очень много данных уже текущих по прибору отчета, чтобы применять аналоговый метод. Ну, может быть, что-то забыл. Всем спасибо. Я дополню отчет с предложением. Вот у нас есть в нашей жизни несколько вопросов, которые касаются абсолютно всех. То есть, понятно, самый очевидный – это вопрос экологии. И у нас в республиках, даже на федеральном уровне, смогла продемонстрировать пример, как люди могут объединяться для того, чтобы решать вопросы в экологическом плане. Вот вопросы ЖКХ – это второй немаловажный аспект, который тоже касается абсолютно всех. Вне зависимости от дохода, от должности, от стапу среди и тому еще чего. Вот я хочу предложить, сейчас очень много людей, кто занимается вопросами ЖКХ, кто-то самостоятельно, кто-то объединившись в какие-то рабочие группы или еще как-то. Я предлагаю попробовать сформировать некую рабочую группу не при ком-то, не при ИСПЧ, не при МинЖКХ, или еще как-то, просто постараться объединиться и как минимум обмениваясь информацией, как максимум, решая какие-то вопросы. То есть, кто-то где-то продвинулся по каким-то вещам, по письмам, по получению информации о тарифах, кто-то еще о чем-то владеет. Вот чтобы эту информацию объединить, усилить друг друга и постараться, во-первых, не допустить с первого числа никаких повышений, во-вторых, постараться снизить эти платежи, которые сейчас люди платят, потому что действительно невозможно. Если бы вы знали, какое количество обращений поступает в ИСПЧ от людей с пенсиями по 9-10 тысяч, которые присылают копию своих платежек на 8-9 тысяч. То есть, это очень тяжело и читать, и общаться, но надо постараться объединить усилия. Поэтому я сейчас, я не призываю вам что-то подписать, куда-то там вступить или еще что-то. Просто подумайте, давайте подумаем над форматом, как можно было бы объединить усилия, и постараемся друг другу помочь. Вот еще можно я вам скажу. Вот недавно проводился, значит, в режиме видеоконференции, доводились слушания различные все. И я заметил такой вопрос. Вот вы все живете в домах. Вот откровенно, ты будешь поднять руку и сказать, что в нашем доме создан совет многоквартирного дома? Один. И все. Один. Совет многоквартирного дома. Мы в одном доме живем. Не старший дома. Бабушка какая-то, где он назначил. Не дедушка какой-то, а совет многоквартирного дома. Так вот, нужно начать с реальной информацией. Сколько совета многоквартирных домов созданы в Уфе? Ту цифру, которую озвучили там, на видеосовещании, это абсолютно нелепая цифра. Но у вас, к сожалению, не дошло до нас. Потому что, потому что, совет многоквартирного дома данные представляет, знаете кто? Управляющая компания. А совет многоквартирного дома, согласно жилищного кодекса, статья 161 со значком 1, не регистрируется нигде. Но в то же самое время совет подписывает документы, платежные, которые являются основой финансовой деятельности. Взыскались людей, денег каких-то. Я вчера читал письма. Нет совета многоквартирных домов столько, сколько озвучено. Поэтому нужно начать с реального, с конкретно, с реальностью. А знаете почему нет этих советов и почему их приписывать? Потому что в той же обязанности администрации городского округа, в случае, если в многоквартирном доме статья 161 со значком 1, не создал совет многоквартирного дома, то администрация городского округа обязана в трехмесячный срок организовать собрание и рекомендовать избрать этот совет. Видите, куда уходит ложь? И что потом после этой лжи появляется? Нет советов того образом. Но для этого необходимо каким-то образом создавать эти советы, чтобы реально была правдивая информация. И посмотрите, я уже не зря сказал, 620 часов, чтобы научить этому человеку. Любого из вас, ну скажем, любого человека поставить старшим дома. Вы пойдете, вы сможете всю сразу знать. Теплосеть, воду, читать какие-то сметы, брать какие-то отчеты. И поэтому даже, я скажу так, отвлекусь. В системе капитального ремонта просто идет хищение бюджетных средств со страшной силой. Вот у нас документы есть конкретно. Почему? Потому что все подписывают. Документы говорят, да вы подпишите, деньги же не ваши. Мы вам подъезд сделаем и все. Вот куда мы дошли с таким управлением. Большое всем спасибо. Все-таки вот те вопросы, которые остались подвешены, мы, наверное, все равно от совета их пропишем. Можно в дополнение сказать, конечно. Сегодня вот поднимались вопросы, да. Поняли, что то, что на самом деле в 1560 постановление, как оно рассчитано по 1,9 или 1,8. Прокуратура озвучила, что у нас формула 34, а там применение нормативов предусмотренных, которые рассчитаны по 1,8. Вот я вот тоже посмотрел. Вчера, позавчера изучил практику судебную. На самом деле вот этим всем моментом оценка была дана на Верховном судном порядке и арбитравном апелляционном судном. То есть постановление по суду есть. Я не со ссылкой на МПА расписывал, что эти позиции необоснованы. Поэтому я с собой взял. Какой нужно? Зачем не пришлось? Там очень много, я вам сейчас покажу, если надо. Сейчас мы останемся еще. Мы же не разбегаемся. Просто мы закончим. Потому что, чтобы все это было не голосном, а подтверждение именно судебного слова, мы тоже пойдем по коем месте. Сейчас еще чуть-чуть посидим, поговорим. Все, спасибо большое. Все, спасибо.